МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российский многоцелевой лабораторный модуль наука в космосе на околоземной орбите. Первый есть, КПП, прием, очленный. Доктор 10-го принял, первый. Есть, работа, и приперево, субъекты, разведителя, двигатель, обычный режим. В 17 часов 58 минут по московскому времени с Байконура успешно стартовала ракетоноситель «Протон-М». Начался путь нового модуля российского сегмента Международной космической станции к МКС. Стыковка с ним намечена на 29 июля. Модуль «Наука» создавался двумя головными предприятиями Роскосмоса. Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени Королева, где разрабатывались бортовые системы и научная аппаратура, и Государственным космическим центром имени Хруничева, отвечавшим за общее проектирование и производство. Модуль «Наука» будет размещен на надирном порту служебного модуля «Звезда». Мы планируем до 10 выходов в космос, вне корабельной деятельности. Но это для полной адаптации модуля уже с российским сегментом. В целом, надо сказать, что после стыковки он уже начнет выполнять свой функционал. Дальше просто он будет наращиваться, так сказать, до 100%. Поэтому это займет, ну, наверное, где-то полгода-8 месяцев. После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест, хранения грузов, размещения научной аппаратуры. И еще модуль «Наука» сделает более комфортными условия пребывания на станции российских космонавтов. Площадка «Роскосмоса» на Международном авиакосмическом салоне поражает разнообразием представленной здесь космической инноватики. Но главное здесь — это, конечно же, даже не оставить неизгладимое впечатление у каждого зрителя экспозиции. А то, что МАКС-2021, понятно, уже станет топовым местом для обмена мнениями и идеями среди лидеров и экспертов области, которые, собственно, и двигают отечественный космос вперед к новым открытиям и вершинам. Международные соглашения в рамках масштабной деловой программы. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин встречается с главой Национального агентства Судана по геодезии и картографии. Ключевая тема переговоров — создание системы дистанционного зондирования Земли в интересах Восточно-Африканской республики. Космос стал неотъемлемой частью не только будущего, но и настоящего. Космоса с каждым днем в нашей жизни все больше и больше. Космические технологии весьма дороги, и поэтому один из важнейших принципов — это международное сотрудничество. Здесь представлена «Луна-25» и перспективный проект «Луна-27» с посадочным модулем. Здесь же представлены «Техномаж», «Прогресс» с новыми разработками наших передовых современных ракет. Павильон Роскосмоса показывают иностранным гостям — делегация у стенда НПО имени Лавочкина. Уникальный гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Приборы космического аппарата сканируют Землю с его высокоэллиптической орбиты, предоставляя ученым возможности глобальных погодных прогнозов. Это метеорология, а для нее нужны высокие точности измерений. То есть ВК-диапазоне — это не просто картинка, а в каждом пикселе свое значение температуры с точностью нескольких десятых долей градуса. А за счет того, что спутник как бы зависает на 6 часов над одной точкой Земли, можно построить вот такие анимации и изучать не просто распределение температур, а динамические процессы, которые по-настоящему важны метеорологам. Вроде этого именно запущена аппаратура МСОГС. Аппаратура представляет данные, но многое зависит от методик их обработки на Земле. Если подобрать надежные, можно, к примеру, не только предсказывать тайфуны и ураганы, но и даже предугадывать их интенсивность. Пока такие прогнозы актуальны для южных широт, специалисты РКС решают выгодные России задачи. Например, экономия прохождения судами Северного морского пути. Мы можем определять с помощью наших данных характеристики льда в большом масштабе. То есть это однолетний, многолетний лед или зоны торожения. Потому что лед, если многолетний, он оттаивает, потом начинает определенные осадки, на него меняется отражательная способность. И это мы все определяем с помощью нашего прибора. 1 июля 2021 года состоялся юбилейный 10-й пуск с космодрома Восточный в Амурской области. На стенде Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры представили макеты действующего стартового комплекса ракеты «Союз» из строящегося для перспективной тяжелой ангары. Принято решение о том, что начало летных испытаний пилотируемого корабля нового поколения, ну, как его называют сейчас «Орлом», он должен начать летать на ангаре. Есть программа летных испытаний. Мы, в общем-то, со своей стороны обеспечиваем все необходимые работы. В частности, меняются вот эти верхние площадки обслуживания, те, которые обеспечивают уже работу с пилотированным транспортным кораблем. Для нового пилотируемого корабля создается современное кресло космонавтов «Чегет». Многоразовое и универсальное. С ним отпадает необходимость в производстве индивидуального вложемента. Регулировка «Чегета» производится заблаговременно и может быть подстроена к необходимому весу космонавтов. Вот это традиционная история, когда человек сажает гипсовую ванну, потом вынимает, по гипсовому слепку делают специальную такую скорлупу, которую вкладывается в металлическое кресло, тут этого нет. Тут все регулировки осуществляются за счет простейших механизмов. Можно регулировать по высоте, можно регулировать по шеине, шеи на плечи, тем самым подбирают под размер, собственно, космонавта, который есть. В НПП «Звезда» готовят и прототипы новых спасательных скафандров. «Сокол-М» со специальным поясным разъемом рассчитан на 10 применений. Модернизированная версия надевается космонавтам самостоятельно. Вся система вентиляции вынесена в отдельный комбинезон. Одна из версий, которую мы показываем сегодня впервые, это тоже прототип, но который уже прошел некую эргономическую оценку. Здесь есть жесткий поясной разъем. Это примерно как перчатки у нас застегиваются. Примерно так же по поясу сделан разъем. То есть вы надеваете на себя вот этот костюм, дальше надеваете рубаху, штаны, шпок застегнули и все, и пошел. Никаких тебе аппендиксов, никаких тебе молний. Для подготовки внекорабельной деятельности в РКК «Энергия» разработали комплекс виртуальной реальности. Международную космическую станцию отрисовали, как говорят, до Болтика. Отображены все поручни, по которым перемещаются космонавты. Теперь автоматизированная система планирования подскажет лучшую циклограмму ВКД. Все, что мы эксплуатировали, это был некий американский софт, который достаточно условно показывает нашу станцию. И там достаточно такой кривой интерфейс, поскольку софт сам по себе старый. Была поставлена задача сделать свое отечественное ПО с красивой международной космической станцией, которая может все правильно, четко расставить. Оператор-1, оператор-2. Потенциально возможная его задача для первого, для второго, вот видев такой диаграммы Ганта. И сеанс связи НИПов, либо спутников. Вот если мы сильно ускоримся, да, у нас пошло, 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 поехало. Для того, чтобы, опять-таки, понять, что-то могу я сделать, что-то не могу, дотягиваюсь я, не дотягиваюсь, вообще просимулировать сам выход в открытый космос, у нас еще отдельно есть симуляция всего этого дела в VR, где вдвоем непосредственно все эти 8 часов можно пройти по всем элементам станции, понять, что, как, куда. Для выхода в открытый космос в виртуальной реальности можно в действительности оценить масштабы международной космической станции. Сейчас я нахожусь рядом с одним из ее модулей и вытягивая руку вперед, зажимая клавишу на моем джойстике, я могу постепенно перемещаться вдоль. В павильоне Роскосмоса подводят итоги международной конференции по исследованию космоса. Она прошла в июне в Санкт-Петербурге и собрала ученых, инженеров и конструкторов из 34 стран. Спасибо, что вытащили. Спасибо. Более 4000 участников Международной астронавтической ассоциации соберутся уже в этом октябре в рамках Мирового конгресса по космосу в Дубае. Дальнейшие планы МАФ также озвучены. И именно на площадке Роскосмоса в рамках МАКС-2021. Мы вернемся в 22-м году в Париж, где все началось в 51-м году, в 50-м году, в принципе, да. И потом в Баку. В Корпоративной академии Роскосмоса создают новую модель компетенций сотрудников отрасли. Это набор профессиональных и личностных навыков для решения настоящих и будущих задач, которые встанут перед специалистами госкорпорации. В этом направлении Академия Роскосмоса намерена двигаться совместно с ведущими вузами страны. Мы стараемся быть нескучными. Да, это самое главное. Обычная простая психология. Да, люди не воспринимают и не делают то, что им неудобно. Мы стараемся быть живыми, интересными. Ну и не только там в выступлениях на каких-то конференциях, но и в обучении для сотрудников ракетокосмического отрасли. Каждый год Корпоративная академия Роскосмоса создает и реализует сотни обучающих программ для предприятий и отраслевых вузов. В скором будущем новая модель компетенции станет основополагающей для всех кандидатов на работу в Роскосмосе. Мы все видим прекрасно, как меняется мир, особенно в крайние два года. Появляются цифровые технологии. То есть цифровые технологии активно внедряются и академии. Мы используем дистанционные курсы. Мы работаем на платформах. Мы работаем, создавая дистанционные курсы с ведущими вузами страны. Это и есть так называемое непрерывное образование, потому что невозможно получить образование один раз. Оно очень быстро устаревает, знания очень быстро становятся неактуальными. Тем более в нашей высокотехнологичной отрасли, где у нас каждый день появляются какие-то новые технологии. Учиться приходится все время. Меняться и адаптироваться приходится всей отрасли. Роскосмос становится многопрофильной организацией. Госкорпорация диверсифицирует производство, углубляет аналитику спутниковых данных. В рамках тренда на коммерциализацию космоса создаются космические сервисы. Они должны будут не только составить весомую статью доходов государства при продаже иностранным клиентам, но и значительно улучшить качество жизни в стране. Взаимодействие между Роскосмосом, отрядом космонавтов и Центром подготовки космонавтов становится более конструктивным. Подчеркивается в официальном сообщении о посещении ЦПК имени Гагарина генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Сейчас среди актуальных и решаемых проблем повышение зарплаты, улучшение жилищных условий, участие космонавтов в деятельности предприятий ракетно-космической отрасли. Повышенную зарплату космонавты получат уже в ближайшие дни, сообщил первый заместитель главы Роскосмоса Максим Овчинников. Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин подчеркнул, космонавтов Роскосмоса ждут новые серьезные вызовы. Их труд заслуживает серьезного материального поощрения. Сейчас зарплата со всеми выплатами для отряда космонавтов, она примерно равна тому уровню содержания, который имеют астронавты Европейского космического агентства. И в принципе это хороший нормальный уровень оценки этого труда. Но конечно с учетом девальвации, с учетом инфляции это будет индексироваться и удерживаться в будущем. Ну а какие-то яркие и прорывные вещи будут стимулированы дополнительными выплатами. И не только высокими наградами, но и конечно выплатами. Мы сейчас же стоим на пороге очень важных событий, когда мы должны приступить в ближайшее время на восточном развертывании пилотируемой инфраструктуры. У нас 23-й год он совсем не за горами, это начало летных испытаний нового корабля. 25-й год это уже пилотируемый полет, то есть сейчас уже мы скоро будем определять экипаж для корабля «Орел». Но это уже прорыв, это уже другие вещи, другие орбиты, новые вызовы для космонавтов. Жилой дом для космонавтов в Звездном городке планируется достроить до конца года. Обязательства по обеспечению дополнительного медицинского страхования космонавтов, а также их семей Роскосмос уже выполнил. В рамках научно-технического совета Госкорпорации создан отдел специальной экспертизы программ пилотируемой космонавтики. Члены отряда космонавтов приняты в эту структуру как главные эксперты. Космонавты будут лично участвовать в создании новой техники, оценивать перспективы ее эксплуатации. Планы у Роскосмоса амбициозные, серьезной работы будет много. Для нас крайне важно сегодня эти деньги сосредоточить, первое, на фундаментальных космических исследованиях. И мы договорились, что это порядка 14-15 миллиардов в год. Не менее, тогда мы сможем с вами сохранить развитие лунной программы. Луна-25, 26-27, Луна-28, тяжелый возвращаемый аппарат. Это Экзомарс, это спектр УФ, ультрафиолет. То, что намечено у нас до 2030 года, мы должны это все профинансировать и сделать. Это очень важно. Второе, это у нас пилотированная программа, которая должна быть трансформирована в гораздо больше пользе для Отечества от пилотированной программы за счет создания российской национальной служебной орбитальной станции. И мы до конца этого месяца примем уже окончательное решение отраслевое. Состоится в ближайшие дни совет главных конструкторов и примерно 30-31 июля состоится заседание научно-технического совета Роскосмоса, где будет принято решение, каким образом будет формироваться облик этой новой станции. За успешное выполнение полетных программ на действующий МКС космонавтов Александра Скворцова, Олега Скрипочку, Анатолия Иванишина, Сергея Рыжикова наградили почетным знаком Академика Королева. Медали Юрия Гагарина удостоены Иван Вагнер и Сергей Куцверчков. Группа зарубежных коллег-астронавтов отмечена медалью «Космос без границ». Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobakatvroskosmos.ru И до встречи в космической среде! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok